В детский хор всесоюзного радио и телевидения Серёжа Парамонова появила бабушка. Коллектив, который впоследствии станет одним из самых известных и заслуженных, появился незадолго до этого, в 1970 году. Сначала никто не называл хор большим, но когда выяснилось, как много детей хотят в нём петь, это название прикрепилось к коллективу само собой. Звезда Серёжа вспыхивает внезапно, в первую очередь для него самого. Он был родом из самой обычной семьи с окраина города. Отец рабочий, мама уборщица. По мнению Попова, у мальчика даже не было особенного голоса и слуха. Многие помнят, как Серёжа исполнял военную песню «Прощайте, скалистые горы». Когда композитор Евгений Жарковский узнал, что её будет петь ребёнок, то сильно засомневался в успехе. Но, услышав, как её поёт Серёжа Парамонов, он не смог сдержать слёз. «Коравль мой прямо качает, крутая морская волна, поднимет и снова бросает кипящую песню она». Серёжа рос мальчиком болезненным. А таким детям особенно тяжело в хоре. Занятия длятся по многу часов. График репетиций и гастролей порой изматывающий. Несмотря на хрупкое здоровье солиста, Виктор Попов взял его в 1973 году на первые зарубежные гастроли в Чехословакию. Такой головокружительной карьере мог позавидовать любой взрослый. Песенка «Крокодила Гены» в исполнении Серёжи Парамонова молниеносно обрела популярность и за рубежом. Большой детский хор много гастролировал и по стране. Ежегодно принимал участие в международных фестивалях в Артеке и Орлёнке, где собиралось по пять тысяч детей со всего мира. И каждая страна представляла свой детский хор. Кроме того, ЦК «Комсомола» постоянно посылал детей на ударные комсомольские стройки. Бам, Норильск, Узбекистан. Гонорары у детского хора были действительно невелики. Зато народная любовь огромна. Из-за постоянных трансляций на телевидении солистов знала вся страна. Серёжа был окружён восхищёнными взрослыми. Муслим Магомаев, звезда первой величины, на общих концертах угощал его чаем и пирожным. Серёжа Парамонов, царист нашего хора. Серёжа Парамонов стал всенародным любимцем. Он получал мешки писем от поклонников и поклонниц. Ему присылали подарки со всего Союза. Серёжа, открытый и доброжелательный мальчик, шёл навстречу своей славе, которая распахнулась перед ним, ребёнком из рабочей семьи, обычным мальчишкой из перола. Педагоги работали с солистами персонально. У них был свой график репетиций, гастролей, свои отношения со взрослыми. Это неизбежно сказывалось на отношениях между детьми. Солистам завидовали, особенно те, кто мечтал выйти в первые ряды. Но и сами солисты зазнавались. Ведь им прощали прогулы, грубости, шалости. То, что не прощали остальными. Но в разгар успеха никто не думает о том, что когда-нибудь придётся покинуть пьедестал. Что рано или поздно нужно будет переместиться за спины своих товарищей, а потом и вовсе сойти в зрительный зал. В середине 70-х Серёжа Парамонов достиг пика своей славы. Его приглашают на официальные мероприятия, и Леонид Брежнев умильно улыбается, принимая из рук пионера Парамонова букет во время церемонии открытия очередного съезда КПСС. Александра Пахмутова специально для Парамонова пишет песню «Просьба». Именно во время её премьерного исполнения в колонном зале Дома Союзов 17 мая 1975 года Серёжа впервые почувствовал, что не может владеть своим голосом. От отчаяния ему хотелось убежать со сцены. Но Юрий Силантьев, он был дирижёром оркестра, подтолкнул его поближе к зрителям, кланяться. Как выяснилось позже, никто не заметил, как мальчик дал петуха. Песня имела неимоверный успех, но в душе юного солиста ему было 15 лет. Эти аплодисменты отдавались гулким, тяжёлым стукам его сердца. Он понял, что то, чего боялись все ребята, началось. Постепенно Серёжа лишается своего репертуара, начинает петь чужие партии, а потом и вовсе уходит из солистов. Его место на сцене занимает Виталик Николаев, лучший исполнитель песни Александры Пахмутовой «Беловежская пуща». Сергей перестал петь в 15 лет. Был на сцене мальчик, и нет мальчика. После ухода Сергея из хора по стране пошёл слух о том, что он погиб в автокатастрофе. Знакомые Сергея говорили, что раз его похоронили при жизни, значит, долго жить будет. Когда у Парамонова начал ломаться голос, педагоги определили его в музыкальную школу. Ведь никакого специального образования у мальчика не было. Он там стал учиться, но директор решил тут же заработать на нём славу. Директор музыкальной школы предложил ему создать вокально-инструментальный ансамбль, на что мальчишка, естественно, тут же сразу откликнулся. А у него ещё мутация шла, ему и петь нельзя было. Летом Виа гастролировал по пионерским лагерям, давал по несколько концертов в день. А вечером взрослые тёти и дяди наливали бывшему кумиру по полной. Музыкальную школу Серёжа так и не закончил. Имея лишь базовое образование в хоре Попова, он сразу поступил в училище имени Ипполитова Иванова. Когда он в зените славы столкнулся с тем, что нужно трудиться, он не выдержал этого. И вся его карьера в нашем учебном заведении закончилась довольно быстро. И, к сожалению, он был отчислен. Сергей понимал, что не может быть ни звездой. Но для этого нужен был определённый уровень, определённая планка. И её необходимо было преодолеть, но только уже в другом качестве. Но всё яснее приходило осознание. Всё, чем могла одарить и одарила его судьба, уже позади. И ангельский голос исчез. Петь Серёжа не мог, а ничего другого в жизни он делать не хотел. Серёжа приходил к себе домой на окраину Москвы, и весь двор тянулся к нему. Поднять за него рюмку, налить, чокнуться, выпить. Серёжа оказался один на один со своей разбитой судьбой. Никто не помог ему пережить уход собственной славы и полную непрекаянность и ненужность. Алкоголь стал способом расслабиться и забыться. Бывали периоды, он начинал бороться с собой. Пытался найти себя как музыкант, аранжировщик. Пройдёт время, и Парамонов с друзьями выпустит попури своих детских песен. Правда, творческий псевдоним себе выберет красноречивый. На обложках кассеты автор значится как Сергей Бидонов. Вместе со своими друзьями Сергей организует творческий клуб «Кастальский ключ», который занимается организацией праздников. Он много экспериментирует со своей клавой, так он называл клавиши. Его можно увидеть на уличных и закрытых мероприятиях. Попури Парамонова звучит и на открытии фонтанов напротив кинотеатра «Ударник». И на одной из площадок в честь празднования 850-летия Москвы. Он активно гастролирует по стране. Для своих молодых товарищей Сергей кладезь окута, ведь всё это он проходил много лет назад. Когда у него спрашивали, почему он не поёт новых песен, Сергей только отмахивался. Предпочитал помогать другим. Именно он предложил запеть известному эстрадному поэту Александру Шаганову, автору прославленных хитов группы «Любе». В песне «Ребята с нашего двора» есть строчки, посвящённые Сергею. «Помнишь, пиво носили в бидоне, Ох, ругался на это весь двор, И смотрели тайком мы с тобой на балконе, А потом был с отцом разговор». Его квартира в Перово стала местом проведения многочисленных музыкальных тусовок. Гости частенько засиживались до утра. У Серёжи было полно друзей и знакомых. И, наконец, он встретил её, свою любовь и надежду. Казалось, Маша поможет ему выбраться из вечного кризиса, Снова обрести смысл жизни. Любопытно, что и Маша хорошо помнила пионера Серёжу Парамонова. Но воспоминания эти были не слишком приятные. Пытаясь петь, как кумир советских детей, Девочка сорвала голос. Когда они встретились через столько лет, Она не сразу узнала в этом сумрачном молодом человеке того Серёжи. Популярная на тот момент певица пыталась поддерживать Сергея, Периодически впадавшего в депрессии. Через год они поженились, А через три месяца венчались в церкви на Воробьёвых горах. Венчал их сокурсник Сергея, отец Сергий Куликов. Он тоже когда-то учился в Ипполитовке. Сергей записывал песни, Но никогда не выносил их на суд широкой публике. Друзья профессионала советовали ему снова выйти на сцену. У Сергея был довольно приятный тембр голоса, И слух никуда не пропал. Но успех ребёнка, впечатанный намертво в его память, не давал покоя. Стать одним из средних эстрадных исполнителей ему не позволяло самолюбие. Последние месяцы Сергей занимался аранжировками для группы 77. Они звучат на альбоме «Ненародные сказки». Одним из последних мест работы Сергея Парамонова был парк «Сокольники». Там он проводил вечера для тех, кому за 50. Он очень ответственно относился к своим обязанностям по подбору композиций. И любил этих людей, которые помнили его маленькой звездой. Казалось, жизнь налаживается. Проблемы начались, когда в молодой семье родился сын. Сергей не пил несколько лет. И вдруг опять сорвался. Он мало появляется на публике, теряет интерес к активной жизни. На этой съёмке сыну Саши, мальчика назвали в честь поэта Александра Пушкина, год и два месяца. Одна из последних семейных прогулок в Кусково. Весь кошмар остался за кадром. Зимой 98-го года Маша ушла от Сергея, забрав сына, сняла квартиру по соседству. Последние полгода он провёл в полном одиночестве. 15 мая 1998-го года Сергей Парамонов умер в своей квартире в полном одиночестве. Он несколько дней мучился от приступа пневмонии и скончался от удушья. Ему было 36 лет. Земную жизнь он прошёл только до половины. Серёжа Парамонов, царист нашего фора. Пусть бегут неуглюжие пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой. И не ясно прохожим в этот день не похожи. Почему я весёлый такой? Я играю на гармошке у прохожих. На виду, на виду, даже лень. День рождения, только раз в год. Время диктору, в волшебе голубом, Вертолёте и бесплатно покажет кино. С днём рождения поздравит и надеянно Оставит мне подарок пятьсот из димонов. Я играю на гармошке у прохожих. На виду, на виду, К сожалению, день рождения, только раз в год. К сожалению, день рождения, только раз в год. К сожалению, днем рождения, только раз в год. К сожалению, днем рождения, и я играю на гармошке. ПЕСНЯ 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 Печу замечательно, ведь он с глаз ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль, Будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что поделка спрятана. Я сижу, 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 не дышу и не гляжу, И не пью я, и не ем, совершенно глухой нем. Не гуляю, не читаю, я о лошади мечтаю, Говорят все обо мне, он мечтает о коне. Облако на небе, словно кружева, Солнце заработает каждый миг. А навстречу солнцу песня дружная, Ее услышит целый мир. Наша пожарная, с улузами рядом, Вы неразлучные, мы одна семья. Наша пожарная, лучший друг отряда, И ребята для пожарных лучших друзьев. Не трассники собак, ля-ля-ля-ля, Не гоняйте кошек, не жалейте тебя пить, Ля-ля-ля-ля. Ни тирана, ни крошек, и тогда моропьи, Ля-ля-ля-ля-ля. Песенкой распутят, А с ропоти кусать, А с ропоти кусать, Маси кто не будет. Ля-ля-ля-ля. Я верю только матчам и мечтам, О море верит облестным и честным. Я ветер дам и страх не предам, И мне иначе жить неинтересно. Три опасные, приличая, Неведенный путь на карте, А ветер кричает, а ветер кричает, И крепит наш характер. А ветер кричает, а ветер кричает, И крепит наш характер. Уйдем все, друзья, Ведь завтра в поход Уйдем в предрассветный туман Споем веселей, Пусть нам подпоет Седой поемой покрывает. Прощай, любимый мой, Водим завтра в море, И в рай, и в рай, и в гнезда гормой Знакомый плоток гормой. Когда в потоку светлым Заря струится с гор, Над солнечным артеком Поет волшебный горд. И кажется, что вертится Быстрее жар земной И сразу все артекомцы, Артекомцы, артекомцы Свою глядины срок. И хотя на прошлое немного жал, Лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью Далеко сделится И упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому Лучшие верится. Катится, катится Голубой вагон. Пришла война, И детство не бороться. Тихо, прощай, игра, Стал взрослым мальчуком. И помнит Керчь Дубинина Володю, Погиб геройский Юный партизан. Я устала всех забот, Мне уроки надоели, Вот что значит, не везет. Начал я учебный год. Ох, еле, 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 еле. Мне уже немало лет, Только смысла в этом нет. Потратил я не менее полжизни на учение. Раненая птица В руки не давалась. Раненая птица Птицей оставалась. Этот сон давнишний До сих пор не снится. На траве кровавой Страгивает птица. Птицы, рыбы и снеги В души людям смотрят. Вы не жалейте, люди, Не убивайте зря. Без неба, без птиц и неба, По море без рыб и море, И земля без земли. Не земля, не земля. Правлю мой упрямо качает Крутая морская волна. Под ними ты снова бросаешь Кипящую песню она. Обратно вернусь я не скоро, Но хватит для битвы огня. Остался дом за дымкою стебною, И скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, Товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, Товарищ правда. От улыбки хмурые дни цветы, От улыбки в небе радуга проснется, Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечек запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. Я фотограф лучшей в мире, Все звери говорят, И как каждый 24 мой снимает аппарат. Но если вдруг случится, В работе ошибиться, Все звери дружно подтвердят, Что я не виноват. Все звери дружно подтвердят, Что он не виноват. Веселый вид Паряне горят, дня шпарят все на свете День песенки слуха Кто привыкся, по берегу колонца С маникетом постой за слою А день подня успеется Кто топит, кто топьется Кто весенок всегда Спою и людней, тише и уютней, Это нам известно с детских лет. Но пока не странно жить без барабана, Я его не брошу, нет, нет, нет. Паши были парши, Паши были парши, Мы еще отбрались на стату. Старый барабанщик, Старый барабанщик, Старый барабанщик на посту. Сережа Парамонов, подойди ко мне. Сережа, ты сюда будешь прятать свою пижамку. И вот так вешать ее. Возьми. Я играю на кармошке, У прохожих на виду, К сожалению, Ты рожденья только раз в год. О, к сожалению, Ты рожденья только раз в год. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Аплодисменты. Аплодисменты.